Ну и то есть, соответственно, принимается как бы меморандум, вот нам, кстати, выдали денег 2,7 миллиардов, вот пришло как раз на 3-го, по-моему, апреля, да? Итак, давайте будем немножко говорить по том, что, собственно, приняли. То есть, ну, во-первых, я немножко по цифрам скажу, что в этом году нам выдадут еще, собственно, два транша по 900 миллионов всего лишь. То есть, нам, в итоге, МВФ выдаст 4,5 миллиарда долларов в этом году. То есть, соответственно, 3,2 заберет. Ну, то есть, фактически, он выдал нам деньги, чтобы там частично, или не частично, практически на большую половину, на 2,3, да, забрать обратно. В этом еще у нас увеличиваются как бы обтяжения, получается. Ну, сами МВФские обтяжения, они очень большие, там, скорее всего, где-то там непонятная ставка, когда мы будем разрешать. Но вообще, в текущий момент, это самые невыгодные деньги, потому что обычно МВФские кредиты, они же короткие. То есть, допустим, вот нам выдали кредит в 20-м году под COVID, они уже в 22-м, мы его уже тело возвращаем. То есть, они, вот в 15-м году нам выдали кредит на 5 лет, ну, там мы его погасили, типа, вот сейчас гасим еще с 19-го по 24-й год. То есть, это, типа, ну, обычно, типа, 5 лет максимум МВФ дает кредит. Я не знаю, насколько сейчас они договорились, то есть, пока нету информации, но она будет скоро известна. Так вот, собственно, если мы говорим там про именно пункты, типа, так называемые структурные маяки, то я, как бы, выделил бы, на самом деле, несколько пунктов, там их всего 17, которые Украина обязалась выполнить. Но самый основной, с моей точки зрения, он даже там проходит несколькими подпунктами вообще. Это, так называемая, национальная стратегия доходов. О ней, естественно, никто не слушал, слышал. И о ней, на самом деле, в программе самой, в тексте практически там мало что написано. Но я считаю, что принятие программы этой будет иметь эффект, как экономическая буча 2023 года. А, в принципе, сама, сам, ну, час Х обозначен, как декабрь 2023 года. Это одна из частей, и еще сентябрь 2023 года, как вторая из частей. То есть, в сентябре мы должны показать бюджет на 2024 год и еще показать 2025-2026 год. И, соответственно, ты уже должен, типа, перспективу озвучить в бюджете, как ты будешь вести с доходами, что себя видишь с доходами. Ну, а, собственно, национальная, так называемая, стратегия доходов, она, на самом деле, прекрасно видна в прогнозах МВФ, который, собственно, постарался очень хорошо. Впервые, наверное, просто я, как бы, изучаю все, все меморандумы с МВФами. А они, в общем-то, имеют две части. Первая, это, типа, украинская часть, где только тезисы какие-то. А основная часть, которая, как бы, интересна, она, в общем-то, английская на сайте МВФ. И вот она действительно сейчас составляет там 167 страниц. И там есть расчеты. И более того, таблицы прогнозов по доходам, по расходам, по платежному балансу, по еще каким-то там другим показателям, которые МВФ делает для себя. И, естественно, делает там, ну, согласовывая позицию с украинцами. Вот я лично, например, как знаток и как человек, который тоже прогнозирует, скажем так, и делал работы там для института будущего, там, даже для Шурмы, в принципе, реформу мы считали. Эту 10-10-10, я там тоже участвовал. Я понимаю, что тебе всегда заказчик дает некие вводные, да? И тогда ты, и тогда эта организация считает твои доходы. Я когда вижу, что у нас, простите, доходы с налогов по физическим лицам должны быть увеличены практически в полтора раза, то мы, я сразу как бы понимаю, что тебе нужно собирать, чтобы достичь поступлений, скажем так, в полтора раза больше, допустим, по доходам физических лиц, а там базу уж практически увеличить невозможно. То есть это же зарплаты там, ну, в общем-то. У нас, наоборот, база уменьшилась, огромное количество людей уехало. Нет, ну, на самом деле, в процентах экономики оно обычно более-менее стабильно. Более того, у нас вообще доходов с физических лиц собиралось примерно от 6,4 до 7% ВВП. А они там с 25-го, примерно, 26-го годов уже планируют собирать 9,1-9,6% ВВП. То есть я как бы для себя понимаю, что уже согласованная позиция, что скорее всего налоги на труд будут увеличены где-то до 25-27%. Более того, это же не все. То есть второе... Это подоходный налог. Да, это подоходный налог. Возможно, они сделают типа военный сбор там 7-10%. Я же не знаю, то есть у нас же там типа временно ввели полтора процента, он уже временно, сука, сука, 8 лет, да? То есть второе типа НДС. У нас 10 лет типа реформировали НДС. У нас были типа коррупционные майданчики Януковича, типа централизованные, типа продажа налогового кредита. И мы собирали примерно 9,5-10% типа НДС, типа ВВП в год. И, собственно, там была еще реформа, помню, по аграриям, когда отменяли льготы. И тоже думали, что там же типа будем собирать много НДС. Ну, то есть в принципе как собирали типа вот 9,8% вот у нас последние два года собирался НДС. И когда ты в планах видишь, что там Украина будет собирать 11,1-11,6% типа ВВП НДС, то я как бы для себя понимаю, что единственный способ это достичь реально, это типа увеличить ставку НДС процентов до 24. То есть третье, собственно, ЕСВ тоже как бы типа они увеличивают доходы на примерно 15%. И я понимаю, что они хотят типа ЕСВ еще где-то до 25% поднять. Ну, там с 22%, да. И четвертый, собственно, удар это типа акциз, который у нас сейчас акциз типа упал там где-то до 2,5-3% ВВП, а они хотят сразу же сделать 24,2% и его держать. То есть, соответственно, я как бы для себя понимаю, что, ну, я уже вижу, что Минфин уже, например, подготовил законопроект типа по топливу, который типа так называемые минимальные акцизы на топливо, где они хотят с литра брать 0,354, по-моему, если я не ошибаюсь, евро типа за литр, хотя сейчас вот льготная была типа 0,1 типа евро. То есть, в принципе, 3,5 раза поднять акциз от текущего уровня по топливу, то есть по бензину, да. Ну, то есть, плюс уже там обсуждаются всякие напитки, там, сладкие напитки, акциз. Плюс я еще не удивлюсь, если они еще придумают новые базы там. Ну, то есть, соответственно, фактически они заложили национальную стратегию, что они хотят поднять налоговую базу на 6,5-7% ВВП. То есть, и, соответственно, это как бы мне говорит о том, что у нас налоговое типа давление на убитую, собственно, в хлам, типа экономику только возрастет.